МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. О людях, событиях и фактах, которые привлекли нас на этой неделе, мы расскажем в ближайшие 15 минут. Казалось бы, лето – время, когда выставочная жизнь города замирает. Но нет. Рязанский историк-архитектурный музей-заповедник продолжает радовать нас новыми необычными экспозициями. Выставка Петроглифа Хакасии, посвященная древнему искусству хакасской Минусинской котловины, стала настоящим подарком для рязанцев и гостей города. Ведь те изображения, которые мы можем увидеть на этой экспозиции, в природе существуют только в трех видах. На каменных стеллах, стоящих на холмах или перекрестках дорог, на надгробных плитах, которые окружали курганы, или же на отвесных скалах Хакасии. А у нас сегодня есть возможность познакомиться с Петроглифами, то есть изображениями, высеченными на камне, не выезжая за пределы родного города. Конечно, самих надгробных плит или фрагментов скал, сами понимаете, мы здесь не увидим. Но благодаря технологии, изобретенной еще в советское время художником Владимиром Копелько, рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, доступны для просмотра всем желающим. Вот это вот не фотографии, не картинки с этих древних рисунков, это сами рисунки, только скопированные на эту бумагу. То есть берется особая бумага, или рисовая китайская, такая очень дорогая редкая бумага, или мекалентная бумага, она специальным раствором вымачивается, потом накладывается на эти рельефы, вот эти выступы проникают в эту бумагу, потом бумага снимается и натирается контрастными колерами. И вот как раз эти рисунки и появляются на этих вот бумагах. Потом эта бумага наклеивается на холст, покрывается лаком, чтобы это не пропадало, и вот в таком виде уже экспонируется. Создавая эти рисунки, древние художники вряд ли задумывались об эстетической стороне своего творчества. Зато они вкладывали в эти изображения определенный смысл, над определением которого сегодня работают ученые. Так, например, на фрагменте этой надгробной плиты помещена целая энциклопедия быта первого тысячелетия до нашей эры. Двухколесные колесницы, которые использовались и как повозки, и как боевое оружие, сцены охоты, изображения домашних животных. Однако есть моменты, которые расшифровать и понять очень сложно. Во-первых, интересно, что вот эти животные изображаются по-разному. Один, например, с выгнутой спиной, другой – с прямой спиной. Казалось бы, ну что такое, может быть, художник просто поленился, как следует все это, ну не представь, там специальными инструментами выбивало все это на камни. Оказывается, нет. Дело в том, что этим художник хотел показать, что это мир реальный, а это мир небесный. Вот эти олени, они являлись по представлению вот этих людей, как бы теми существованиями, которые проводили человека из земного мира в небесный мир. А это изображение окуневской культуры насчитывает около четырех с половиной тысяч лет. Что именно здесь изображено, сказать однозначно невозможно. Однако существуют различные трактовки и предположения. Во-первых, видите, три глаза. И еще один глаз в центре, третий. Считается, что это как бы внутреннее око, которое когда-то у людей присутствовало, они им пользовались, но сейчас мы от него отказали, потому что уже живем в таком материалистическом мире. У него очень большой рот. Но что поразительно, когда куневская культура перестала существовать, прошло примерно полторы тысячи лет, на эту землю пришли предки, ну, скифов, так называемые тагарцы, они не отказались от почитания вот этих вот вещей, а даже добавили кое-что свое. Вот этот олень, нарисованный как бы во рту этого божества, он уже появился где-то, ну, примерно, две с половиной тысячи лет назад. То есть это означает, что почитание этих вещей продолжалось столетия, тысячелетия, и даже в наше время местные жители относятся к ним с огромным уважением. Пожалуй, рассматривать эти изображения можно часами, селись понять, что же хотели донести до нас древние художники. Хотя вряд ли несколько тысячелетий назад они могли представить, что спустя столько времени над их творчеством будут ломать головы люди будущего. Примерно вот такие философские мысли приходят в голову на этой удивительной экспозиции. Полюбоваться на искусство древних жителей Хакасии можно будет во дворце Олега до августа. Жизнь бьет ключом и в библиотеке имени Горького. Там всем желающим предлагают полюбоваться красотами Мещерского края. Межрегиональная выставка «Заповедная Мещер», открывшаяся на втором этаже библиотеки имени Горького, нацелена на то, чтобы познакомить всех посетителей с красотами природы национального парка и рассказать как можно больше об этом удивительном уголке с помощью выставленных здесь экспонатов. В их числе фотографии, сделанные Валерием Толмачевым, фотохудожником из Владимирской области, и Михаилом Корневым, нашим земляком, который знает и любит Мещеру с детства. Еще в первом классе, или во втором, у нас была школа, которая проходила около узкой колейки. Паровозики ходили, вот маленькие к узкой колейке. И первая учительница, Геннадия Васильевна, возила нас на экскурсию от Голованого дачи. Помню, мне купили фотоаппарат в Виллио. И первые снимки, вот помню, почему запечатались в Ландыш. Вот весной мы ездили, в мае, в Ландыш, букет фоткал. Но потом проявил, ничего не вышло. Но после этого уже не расстаюсь с фотоаппаратом. Фотографировать Михаил больше всего любят именно мещерские пейзажи. Невероятной красоты цветы, леса и озера, грибы. Все фотоработы, представленные на этой выставке, сняты в Национальном парке Мещера, который теперь объединяет заповедные территории двух областей – Рязанской и Владимирской. Сделано это было с целью оптимизации вообще работ двух парков. Вообще это уже такая, можно сказать, наша традиция по стране. На данный момент вместе с нами существует уже 10 объединенных территорий заповедных. То есть это и заповедники Оренбургия, и заповедные Подлиморья на Байкале, то есть где заповедник и Национальный парк были объединены. И много таких территорий, которые объединены. Вот мы тоже попали под эту общую тенденцию объединения, что, в принципе, на мой взгляд, очень правильно, потому что биокомплексы идентичны, территории похожи. Вторая же часть выставки – археологическая – расскажет, как жили наши предки на территории Мещеры несколько тысячелетий назад. В витринах посетители смогут увидеть археологические находки, сделанные на территории Национального парка российскими научными экспедициями, при активной помощи юных археологов. Среди экспонатов – керамика эпохи неолита, наконечники стрел, фрагменты орудия и украшения из кости. Мы пытаемся по крупицам восстановить внутренний мир этих людей, какие-то обряды, понять их мироощущение, миропонимание. Великолепная природа, археологические тайны – все это находится в непосредственной близости от нас. И, может быть, кого-то экспонаты этой выставки подтолкнут к посещению заповедной Мещеры. Сегодня джинсовая одежда пользуется популярностью у людей разных возрастов. Удобная, практичная на все случаи жизни. Где покупать по-настоящему качественную и модную одежду, расскажем в следующем сюжете. За полтора века своего существования джинсы из дешевой рабочей униформы превратились в удобную и модную повседневную одежду, которую с удовольствием носят люди разных возрастов. В нашем городе вот уже на протяжении 20 лет Клондайк предлагает рязанцам одежду с историей. В двух магазинах, расположенных в торговых центрах «Малина» и «Аркада», представлены, пожалуй, самые известные фирмы, которые шьют джинсовую одежду уже не одно десятилетие. «Мустанг», «ПП Джинс», «Пьер Карден», «Ли», «Вранглер», «Кэмэл Эктив». Так что, если вам хочется почувствовать себя свободным, но в то же время подчеркнуть индивидуальность, самое время познакомиться с одеждой, представленной в магазинах Клондайк, в том числе и с новыми коллекциями, которые совсем недавно поступили в продажу. Приветливый персонал поможет подобрать именно то, что нужно вам. Джинсы самых разнообразных фасонов, легкие брюки, специальное летнее яркое предложение от бренда «Скотчен Сода», а также модные топы, футболки и даже платья. Конечно же, именно здесь вы сможете найти рубашки, полые бейсболки, стильные шорты и ремни. Все это сделает ваш образ этим летом особенно ярким. В магазинах Клондайк вы поймете, что фирменная одежда отличается не только качеством, но и покроем. Она идеально сядет на любую фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. В такой одежде вам будет комфортно и на работе, и на отдыхе. Тем более, пожалуй, только здесь стараются сохранять удобные цены на мировые бренды, вне зависимости от текущего курса валюты. Правило, которому следует на протяжении 20 лет работы в магазинах Клондайк – дорогие вещи по доступной цене. Кроме того, сегодня здесь работает сейл-зона, где можно приобрести одежду последних размеров со скидкой в 50%. Если же вы хотите сделать практичный подарок своим родным и близким, то Клондайк предлагает приобрести подарочные сертификаты на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Посетив эти магазины, вы наверняка найдете одежду, которая дополнит и разнообразит ваш гардероб. Для постоянных клиентов предусмотрена клубная карта, дающая реальные преимущества и бонусы. Получить эту карту вы можете приобретя товар на 30 тысяч рублей разово или же сохранив чеки на эту сумму. Напомним, что одежду с историей вы можете примерить и приобрести в магазинах Клондайк, расположенных на первом этаже торгового центра «Малина» и в торговом центре «Аркада». Профессия кузнеца является одной из наиболее древних, но на сегодняшний день не слишком популярных. Однако герой нашего следующего сюжета выбрал для себя именно эту профессию. Многие ли из нас могут похвастаться тем, что нашли свое место в этой жизни? Думаю, нет. А вот Денис, несмотря на свою молодость, уже понял, что его предназначение – это кузнечное дело. Этим ремеслом он увлекся пять лет назад случайно. Сначала произошло знакомство с металлом и особенностями работы с ним, а потом судьба свела его с Александром Акимовым, который уже более 20 лет занимается художественной ковкой. Именно он и научил Дениса всем премудростям кузнечного дела, а точнее принципу работы по совести, чтобы процесс приносил удовольствие, а результат радовал. Сам процесс, он труден, внешне может показаться немного диковатым для обывателя, но результат, когда ты видишь результат, это все компенсирует уже. Это именно как художнику, то есть картины писать то же самое примерно, я считаю. Но не только смотреть, главное, что ты смотришь на этот результат, а донести его до людей, которым это интересно, а кому не интересно – привлечь. Интерес Денису к кузнечному делу объясним. По всей видимости, во всем повинны гены, ведь в роду у молодого человека были предки, которые так же, как и он, были неравнодушны к стихии огня и работе с металлом. Мой прапрадед был кузнецом, работал в Петрограде на Петрозаводе. Перед Октябрьской революцией они переехали в Спасский район, обратно, то есть они были сами родом из Спасского района, в село Красильники. Там он открыл свою, ну не Красильникова, там он открыл свою мастерскую кузнечную. И как раз вот к революции он делал ограду для церкви в Троице-Пеленицах, на Нитроице-село, которое находится в двух километрах от Красильников. Долгое время кузнечное дело в нашей стране было невостребованным, однако сегодня интерес к изделиям из металла растет. И вопреки стереотипам в кузнецах создаются не только кованые ограды, но и предметы, способные украсить любой интерьер. Можно поделить художественную ковку, я бы поделил на две сферы такие, под сферы. Это экстерьер, то, что у нас находится на улице, какие-то большие изделия, там заборы, навесы, козырьки и интерьерные изделия. Сегодня Денисом сделан уже не один десяток подобных изделий. Среди них необычные подсвечники, сувенирные подковы, рамы для зеркал и даже роза из металла. В каждую работу он вкладывает частичку души, а иначе и быть не может, ведь эта профессия издревле окутана магией и тайной. Огонь, это как одна из пяти стихий, несет в себе очень большую энергию. То есть, если подходить к этому умело, к процессу, можно и заряжаться, в принципе. За разговором Денис специально для нас выковал вот такой листочек. Кое в чем даже попросил моей помощи. Хотя, как нам поведал кузнец, женщин, в принципе, впускать в кузницу не рекомендуется. И, кстати, это не единственное правило, которым следует с древних времен. Большинство кузнецов, а с кем я общался, это стопроцентно все, считают, что свой инструмент нужно, то есть, как бы, оберегать и никому в руки не давать. Потому что инструмент, он заряжен своей энергетикой. И молоток тот же самый, он хорошо в руке сидит только тогда, когда он стопроцентно твой, заряжен тобой. Разжигать огонь тоже. Есть определенные правила. Огонь разжигается от благородного огня. А благородный огонь – это древесина. То есть, в горн никогда нельзя бросать мусор. Тоже это неуважение, проявление неуважения к стихии. И в Древней Руси считалось, что горн кузнечный – это капище сварга. То есть, это, как бы, святое место древних славян. Денису спасибо за кованный листочек, интересную беседу и возрождение древних традиций. Надеемся, что еще не раз встретимся с ним, в том числе и на фестивалях кузнечного мастерства, где его работы наверняка будут оценены по достоинству. Ну что ж, на сегодня это все. А программа «Колейдоскоп» уходит на короткие двухнедельные каникулы. Так что увидимся мы с вами уже в июле. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова